МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Александровна Жукова родилась 26 июля 1989 года в Молодечно. Там же окончила среднюю школу. В 2014-м поступила на факультет психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. В этом же вузе получила степень магистра. Также окончила Московский гештальт-институт. В 2015-м Наталья пришла на практику в наркологическую клинику доктора Исаева в Москве, где впоследствии проработала 3 года. В 2017-м начала частную психологическую практику. В свободное время наша гостья занимается спортом, читает и путешествует. Считает, что любой человек способен сделать себя счастливым, и каждый сам несет за это ответственность. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Когда близкий человек становится зависимым от алкоголя, наркотиков, азартных игр или чего-либо еще, близкие всеми силами стараются его спасти и тоже становятся зависимыми. Конечно, мы не имеем в виду случаи, когда все вместе начинают спиваться или употреблять наркотики. Речь о другой зависимости, о психологической. Как часто и в каких формах минские психологи сталкиваются с проявлениями созависимости, мы узнаем в первом видеосюжете. Внимание на экраны. Нездоровые, токсичные отношения – одна из самых частых проблем, с которыми минчане обращаются к специалистам в области семейной психологии. При этом многие люди даже не осознают, что давно находятся в состоянии созависимости. Изначально этот термин использовали в отношениях, где один партнер или оба являются химически зависимы от алкоголя либо от каких-то других видов наркотиков. А сейчас этот термин достаточно широко используется в целом для обозначения отношений, в которых каждый из участников испытывает какие-то патологические чувства, чувствует себя дискомфортно, несвободно, зависимо. С этой проблемой к психологам приходят не только семейные пары. Созависимость может развиваться и в других типах отношений, например, между матерью и ребенком или руководителем и подчиненным. Когда женщина-начальник занимает очень высокий пост, и к ней на работу пришел после университета мальчик, у которого уже была определенная степень алкогольной зависимости. И в этом случае начальница взяла на себя роль мамы. И что она делала? Она просто его покрывала. Если он впадал в алкогольную зависимость, она подписывала ему все за свой счет, она вызывала скорую. Вот это открытая форма, показания того, как созависимость толкает в пропасть того, кто уже страдает какой-то или болезнью, или какой-то зависимостью. Основная задача специалиста – вовремя обнаружить проблему, а также объяснить клиенту, как проявляется созависимость, чтобы в дальнейшем он мог сам распознать признаки нездоровых отношений. Такие люди чаще всего жалуются на то, что им сложно в жизни делать какой-то свой выбор. Им трудно решать конфликты в свою пользу или взаимовыгодно. То есть они себя как будто бы не чувствуют, теряют. Людям склонным к созависимости или созависимым сложно слышать свои желания. Осознание того, что отношения стали патологическими – это первый шаг к преодолению трудностей. Но в случае с созависимостью путь может быть долгим, и мало кому удается обойтись без профессиональной помощи. В работе здесь важно восстанавливать «я», потому что проблема созависимости глубинная – это проблема дефицитарного «я». И это бывает такая работа достаточно длительная, но она очень плодотворна, потому что человек начинает понимать себя, слышать свои желания, отличать, где его потребности, где потребности другого. Попасть в ситуацию созависимости может практически каждый. Как этого избежать и что делать, если уберечься не удалось? Узнайте из нашей программы. Существует разное мнение о том, что же такое созависимость. Некоторые считают, что это отношения с человеком, который находится в зависимости от чего-либо. Ну а другие же имеют в виду отношения, где страдают или нарушаются межличностные границы. Наталья, давайте разбираться, как на самом деле обстоят дела. Давайте. Очень интересный вопрос. Дело в том, что если говорить про понятие созависимости, где-то около 55 есть интерпретаций. Что такое созависимость? Если говорить про медицинские классификаторы, то созависимость вообще такого понятия нет. Есть зависимое расстройство личности. И это как раз таки и подходит тем людям, которые живут зависимыми людьми от алкоголя, от веществ, да, там игроманы, либо там пищевые расстройства у кого. Это подходит людям, которые живут, выстраивают болезненные отношения, в которых по факту теряют себя, начинают чувствовать часто беспомощность, когда ты становишься тенью другого человека, когда другой человек важнее, чем ты сам. Вот так вот. То есть свое я ухудеет на второй план, я так понимаю, и свои потребности. Да. А какие бы вы выделили разновидности созависимости? Тут сложно сказать про разновидности. Я бы сказала, что есть такое понятие, как созависимое проявление поведения. Это может быть детско-радистические отношения, когда с ребенком мать выстраивает созависимые отношения, когда она его контролирует, не дает ему расти, не дает ему отделяться. Делает самостоятельный шаг. Да, не дает. То есть воспитывает такую, скажем так, инфантильность в ребенке и привязывает тем самым. Есть отношения между мужчиной и женщиной, мы про это будем много сегодня говорить, и как раз-таки наши отношения с нашими взрослыми родителями. Обратная ситуация. Да. И еще есть, естественно, созависимые отношения в построении дружбы, когда тебе кажется, что ты как человек неценный, и ты начинаешь покупать отношения, делать какие-то подарки постоянно, как-то очень сильно вовлекаться, то есть много очень отдавать. Потому что кажется так, я неценный без этого. И, наверное, можно говорить про работу, когда мы перерабатываем, когда мы боимся сказать начальству о том, что мы там устали, что вообще-то нам хочется каких-то других отношений на работе. И что как бы вообще есть личная жизнь, должна быть в теории. И, как правило, это люди, которые занимаются помогающей профессией, это врачи, учителя, психологи в том числе, и те люди, которые занимаются благотворительностью. То есть есть такая привычка, такой способ существования, очень много отдавать, и потом чувствовать себя постоянно обустошенным, уставшим, и потом даже злиться на то, что ты это делаешь. Я никогда не мог бы подумать, что это проявление созависимости. Мне казалось, что это проявление каких-то личных неудовлетворенностей. Это оказывается... Ну, или какие-то там амбиции, или потребности человека. Ну, вот потребность в друзьях, допустим. Так хочется друзей, что готов, в принципе, их купить. Ну, там, щедрость. Или благотворительность, вот тем более, да, казалось бы. Хочет человек делать добро. Ну, созависимость, знаете, вот просто для меня созависимость звучит очень страшно, как-то немного пугающе. Просто когда ты хочешь сделать приятно людям, чтобы они проводили с тобой время, звучит как-то... Менее пугающе. Я бы сказала, да, это правда термин очень такой страшный, пугающий. Из-за этого многие, они хотят даже узнавать, ну, как бы войти в эту тему, разбираться с этим в своей жизни. Если говорить про сделать приятно, да, как вы говорите, то одно дело, когда ты делаешь что-то для другого человека, потому что вот тебе хорошо. Ты не ждёшь ничего взамен. То есть я тебе делаю что-то хорошее, приятное, там, да. Я не жду, что ты будешь мне благодарен, что ты будешь мне говорить о том, что я особенная, уникальная, там. То есть я не буду ждать какой-то вторичной выгоды. Я просто это делаю, потому что там любя, от всей души. Это, конечно, другое проявление, уже более здоровое. Я понял. Ну вот в 1986 году психиатр Стивен Карпман создал модель токсичных во всех смыслах неправильных отношений. Она представляет собой треугольник, из которого тяжело выйти, но очень легко попасть. Треугольник Карпмана, он так и называется. Тремя вершинами этой фигуры являются жертва, спасатель и преследователь. Расскажите, пожалуйста, подробнее о каждой из вершин и как они соотносятся с реальной жизнью. Я думаю, что стоит рассказать, наверное, на примере какому-то, чтобы было понятнее. Если говорить про три роли, вообще это, конечно, очень такая популярная модель в зависимых отношениях. То есть получается, допустим, у меня есть муж, который пьет. Представим. Я включаюсь спасателем, занимаю одну из вершин и начинаю его спасать. Он меня не просил об этом. То есть я начинаю спрашивать у друзей, что мне делать, ходить к гадалкам, ну то есть вообще искать все способы, чтобы помочь. В такой тяжелой ситуации люди идут вообще на разные крайности. То есть искать реабилитации, искать, где можно закодировать. То есть я всеми способами ищу как бы как его выручить. На работе я ему звоню, говорю, что он там плохо себя чувствует. Перед друзьями я его прикрываю. То есть всеми способами делаю виды благополучия и пытаюсь еще спасти его. Когда я прихожу к нему с этими идеями прекрасными и жду от него, что вообще-то он должен сказать, что я классная, уникальная, какая я хорошая жена, он вообще не понимает. Он же меня об этом не просил. Он начинает злиться и говорит, что мне вообще-то все не нужно. Я себя чувствую хорошо. И тогда я начинаю злиться, манипулировать, угрожать и вообще рассказывать всем о том, что какой ужас, какой ужас. И начинать угрожать ему какими способами. Что я тебе дам реабилитацию, я от тебя уйду, если ты не бросишь пить, допустим. И так я становлюсь преследователем. Естественно, потом я в этой роли очень сильно устаю. Мне становится себя жалко, потому что я думаю, боже мой, сколько я всего делаю. Я тяну на себе семью, я воспитываю детей, живу с алкоголиком, ужасно себя выматываю. И тем самым, когда у меня такая сильная жалость в себе, я погружаюсь в состояние жертвы. И в этом состоянии я себя жалею. То есть я всем рассказываю о том, что я столько много сил вкладываю в этого человека. Это все бесполезно. Меня не любят, меня не ценят, меня не благодарят. И все вокруг мне сочувствуют. Я получаю от этого удовольствие от того, что действительно я такая несчастная. И я тогда нахожусь в этой позиции жертвы. То есть потом я в этой позиции отдыхаю и опять включаюсь в спасателя, потому что это мой привычный, допустим, образ жизни. И если говорить о том, как мы входим в треугольник Артмана, обычно мы входим через роль спасателя. Это как проявляется. К нам подходит наш близкий человек, знакомый, на работе, неважно кто, и рассказывает о своих проблемах. И мы слушаем, и человек рассказывает, и мы сразу обычно включаемся. То есть мы начинаем либо советовать, либо сочувствовать, либо делать что-то, конкретное действие. Делать все возможное, чтобы помочь этому человеку, как мы считаем нужным. Да, да, да. Почему он нам тогда рассказывает? А многим людям просто нужно сочувствие. Просто простые слова о том, что я вижу, как тебе сейчас непросто. Мне очень жаль, что ты сейчас в такой ситуации находишься. Как правило, мы включаемся и начинаем что-то советовать либо делать. Советы наши обычно раздражают, как правило. Если мы начинаем действовать тоже, это как бы реакции разные вызывают. Так вот, какой нам надо задать первый вопрос самому себе? Просил ли этот человек помощи? То есть он обращался или напрямую и говорил, Наташа, мне нужна твоя помощь. И я тогда в первую очередь задаю себе вопрос, могу я помочь человеку или нет? Хочу я помочь ему или нет? Есть ли у меня силы сейчас помогать? Вдруг я сама сейчас в такой ситуации тяжелой, и мне вообще нужен ресурс для себя. Тогда я говорю, да или нет? Если я говорю, да, я спрашиваю, какая тебе нужна сейчас от меня помощь? Если говорить про мужа-алкоголика, то я спрашиваю, какая тебе нужна помощь? Он говорит, допустим, мне важно, чтобы ты со мной сходила, не знаю, закодировалась там, да, со мной вместе, там вместе, чтобы мы сходили, провела меня за руку, либо чтобы ты меня выслушала. Да, и тогда мы как бы решаем для себя, мы можем это делать и не можем. То есть мы все должны понимать для себя, да или нет, чтобы мы одинаково комфортно могли для себя ответить. И тогда мы не включаемся в роль спасателей, естественно, тогда не играем все остальные роли. Можно задать вопрос? Смотрите, два целых вопроса, исходя из нашей ментальности белорусской. Мне кажется, это мое субъективное мнение, что у нас люди не умеют просить помощи, или они боятся это сделать, или им просто тяжело открытым текстом сказать. Я нуждаюсь в твоей помощи, помоги мне, пожалуйста. У нас же как принято, намеками полунамеками. я вот хотел тоже об этом сказать. То есть если я ему сказал, но у меня прям, либо моя гордость мне не позволяет, либо мне, ну, в силу каких-то там других моих тараканов в голове и так далее, я не могу прямым текстом открыто это сказать. Я делаю это так. Делаю как умею, не получая помощи, я расстраиваюсь. Да. То есть вот как бы, это получается подталкивание, подталкивание к созависимости происходит какое-то? Это очень хороший вопрос, потому что, как правило, нас самих в семье не учили. Да, да, да. Это все накапливается годами. И если тебя этому не научили, ты, конечно же, не научишься, потому что в семье, как правило, если родители друг с другом общались через манипуляции, через такие косвенные послания, почему мы это делаем? Если я тебе скажу напрямую о том, что я нуждаюсь в помощи либо какой-то поддержке, вдруг ты мне отскажешь. Да. Это очень страшно. Что я беспомощный и начнешь потом давить на слабое мое место. Это болезненные отношения, если ты давишь на любимого человека на беспомощность. Мы как раз таки говорим про подобного рода отношения. Если нас не научили это родители, как правило, их тоже никто не учил, конечно, тогда, где мне научиться? Получается, если люди не получали специальные знания, как правило, это психология, это какой-то книги, читать, интересоваться, смотреть какие-то видеоролики о том, как вообще это все делать, то это очень страшно. Потому что, если я попрошу тебя помощи, страшно получить отказ. И тогда мы используем, как нам кажется, более рабочие механизмы. Это манипуляции. То есть каким-то способом заставить другого человека, чтобы он как-то мне помог. Либо как-то, знаете, ну, пришел ко мне на помощь, на встречу. Я тебя, в общем-то, не просил. Ну, конечно, спасибо, что ты помог. Ну, вот как бы все равно позиция получается повыше. У нас же люди боятся опуститься до просьбы. У меня такое ощущение, что как бы просьба — это проявление слабости. Это обычно думают так мужчины. Потому что вас воспитывают и говорят, что вам нужно быть сильными, нельзя плакать, нельзя проявлять слабость. И тогда даже мужчине прийти к психологу, для него какое-то прям какое-то поражение личное, как правило считается. Для меня же это очень сильный поступок. Если человек, там мужчина, говорит о своих чувствах, если он пришел разбираться, и он признается, что да, я не всесилен, мне нужна помощь. Потому что это очень, ну, жизненно. Мы не должны уметь все. И вот если возвращаться к нашей конкретной ситуации, человек не умеет говорить прямым текстом, не умеет просить о помощи. Но он к нам пришел и начинает, ну... Жаловаться. Да-да-да, изливать свою душу. Мы как должны поступить? Мы должны как реагировать? Мы говорим, я слышу, что тебе сейчас непросто. Я вижу, что тебе там нужна, наверное, помощь. Так ли это? То есть мы сами уже спрашиваем, тебе нужна помощь? Ну, если вам человек важен, он вам дорог, и вам хочется спросить. Если нет, если вы как раз-таки не будете напрямую отвечать, человек вынужден будет сказать, если ему нужна помощь. То есть мы тем самым ему не спасаем, не помогаем, но он думает, почему мне сейчас не помогают? Ага, мне нужно что-то конкретное сказать, наверное. И он начинает сам приходить к тому, что мне нужно говорить более прямо. И это и есть помощь другому человеку. Может быть, не такая, как мы привыкли, но это, мне кажется, очень такая естественная. И мы тем самым сами себя там не выматываем, мы не предлагаем 1200 вариантов, как тебе помочь. Мы просто спрашиваем, правильно я понимаю, что тебе сейчас нужна моя помощь, либо тебе нужна просто поддержка. Либо тебе важно, чтобы я тебя просто выслушала. Если человек близкий, нам дорогой, и мы эмоционально очень сильно включены, нам важно. А есть ли вот ситуация, когда мы находимся, продолжаем наш пример, муж-жена, муж-алкоголик, вот эту вот модель. Муж-алкоголик, но он не просит помощи у жены. Жена живет определенное время и понимает, что он у меня не просит помощи, но меня не устраивает такая ситуация. Как ей не войти в этот треугольник Карпмана, но при этом жить так, как ей хочется с непьющим человеком? Я думаю, что это в принципе нереально, жить как будто ты живешь с непьющим человеком. То есть это игнорирует свою реальность и не замечает, что вообще-то проблема серьезная есть в семье. То есть я живу в отрицании. Да, я живу в отрицании, и это очень удобный способ. Как правило, есть отрицание у зависимого человека, то, что я не алкоголик, я могу контролировать процесс, так и у зависимого человека, потому что если я признаю, что у меня есть проблемы, я столкнусь с огромной болью, и я не знаю, что с этим делать. И как правило, люди, которые живут с употребляющими вещества, людьми зависимыми химически, у них есть очень ярко выраженная созависимость. Это очень опасная ситуация, потому что, как правило, человек склонен к депрессиям, к бессонницам, к проблемам здоровья и к тому, чтобы начать употреблять вместе. И есть группа анонимных созависимых, они есть в любом городе, они есть по скайпу. Человек должен пойти заниматься этим вопросом, должен менять ситуацию свою личную. Первое, не зря такой шаг в анонимных созависимых принять свое бессилие перед тем, что я не могу изменить другого человека. Это первый шаг признания. Это, наверное, самое сложное вообще. Да, это самое сложное, но это и есть путь к тому, чтобы начать заниматься наконец-то собой и своей жизнью. То есть получается, если ты живешь с человеком с зависимостью и тебя это не устраивает, вы можете это обсудить. Ты выражаешь свое несогласие с тем, что мы же с тобой начали жить вместе и было все в порядке. Хорошо, он говорит, ну окей, меня все устраивает. А меня нет, тогда нужно либо расходиться, либо находить какой-то компромисс. Тут уже насколько люди умеют коммуницировать, мне кажется, в отношениях, потому что пытаться лечить кого-то, это ведь совсем тупик. Это себе дороже, но, к сожалению, приходится очень долго пройти путь, чтобы это осознать. Но мы сейчас говорим ту ситуацию, когда мужчина и женщина живут вместе и они могут разойтись. А если мы говорим про ситуацию со зависимых отношений между кровными родственниками, и они не могут разойтись между, например, брат-сестра, взрослый ребенок, родитель, или маленький ребенок, подросток, родитель, они не могут разойтись. Ну, типа, один говорит, что меня не устраивает то, что ты пьешь, к примеру. Он говорит, а меня все устраивает. Но я не могу собрать вещи и вычеркнуть этого человека из жизни. И как бы поступай, ты как знаешь с этим. Мне приходится, с учетом того, что он мой кровный родственник, мне приходится что-то делать. А что? Это самая сложная ситуация. Действительно, это так. Потому что, если в отношениях ты можешь еще как-то сменить партнера в будущем, то когда болеет, допустим, есть мать, и болеет ребенок, он зависимый, как правило, потому что я работала в клиниках для зависимых. И это очень тяжелая история, когда мой ребенок, допустим, он болеет, и я не могу это игнорировать, естественно, я не могу от этого отворачиваться, и мне нужно с этим что-то делать. Конечно, в этой ситуации очень много бессилия, потому что очень тяжело находиться в ней. И, скажем так, и вопрос абстрагирования и не вхождения в роль спасателя, потому что ты чувствуешь, что ты должен что-то предпринять в данной ситуации. Ну, то есть ты видишь, что человек болен, он деградирует, это видно, и ты не можешь оставаться безучастным. Да. То есть очень-очень большой соблазн. Но в то же время, если мы говорим про человека взрослого, ты не можешь оставаться безучастным, но если ты ничего не можешь сделать, если человек отвергает любую помощь, ты просто сама нырнешь в эту же пучину. Да. Ну, а как же тогда не нырнуть? Дело в том, что мне нравится смотреть на ваше взаимодействие, потому что, как правило, женщины, вот они вот больше эмоционально вовлекаются и вправду по жизни даже, а мужчины как-то, они умеют изначально как-то больше держать границы и понимать, что вообще-то да, я тут делал все, что мог, теперь я могу как-то чуть-чуть отойти. И это очень интересно смотреть. Типа счастлива. Да, взаимодействие. Ну, какое-то понимание, что вот есть то, что я сделал, я сделал много, и как бы пора уже как-то чуть-чуть отстраниться. Женщины же постоянно думают, что они очень много могут сделать, что они все сильные, как бы, как правило. Есть такой момент. И если говорить про ответ на вопрос, как не включаться в роль спасателя, то я думаю, в этой роли эти люди живут, во-первых, однозначно, потому что это уже образ жизни. И все, что должен сделать человек в этой ситуации, это пойти лечиться от созависимости, потому что созависимый человек, он провоцирует употребление другого человека, он поддерживает алкоголизм и наркоманию своими действиями. Это очень сложно и неприятно признать. Но созависимый человек, это человек, который имеет вторичные выгоды от этого заболевания и тем самым поддерживает такое употребление, ну, соупотребление, такое называется в понятии медицинском. Поэтому первое, что нужно делать, это, естественно, пойти лечиться от этого заболевания, от созависимости. Это могут быть, опять же, есть бесплатные группы анонимных созависимых, есть психологи, есть сейчас очень много информации на эту тему. Я предлагаю ненадолго прерваться, чтобы посмотреть второй видеосюжет. Внимание на экраны. Ирина и Дмитрий Князевы познакомились почти 25 лет назад. Повстречавшись год, решили официально оформить отношения. Детей и супругов не было, но в целом семейная жизнь складывалась благополучно. Но все изменилось, когда Дмитрий пристрастился к алкоголю. Был период в жизни, начались проблемы, трудности на работе, жизненные проблемы. Потихоньку начал выпивать. Сначала с пива, потом покрепче, крепче, ну и по итогу с определенным периодом времени втянулся. Когда запои Дмитрия стали регулярными, Ирина забила тревогу. Она уговаривала мужа отказаться от алкоголя. Выгораживала перед начальником за прогулы, чтобы супруг не потерял работу, просила сходить к врачу. Но все разговоры заканчивали скандалом. Даже когда я работала где-то на работе, у меня случались срывы. Я не воспринимала, что вокруг вообще происходит. Голова была кругом, потому что настолько мне было обидно и больно, что вот так вот получилось. И я не знала, как из этого выбраться, как помочь. Борьба за спасение мужа отнимала у Ирины все силы и свободное время. Она перестала следить за собой, свела к минимуму общения с окружающими. Эти перемены насторожили близких. Мы с Ириной давно знакомы. Ну, в протяжении уже, наверное, лет 15 дружим. И последние с полгода стала замечать за ней проблема. Мы не можем встретиться. Чувствую, что нервничает. Стала ее расспрашивать. Выяснилась проблема. Проблема в семье. Анастасия знакома с понятием созависимости. Поэтому посоветовала Ирине обратиться к семейному психологу. Она нашла в интернете подходящего специалиста и передала его контакты подруге. Дмитрий был против. Я его очень долго уговаривала. В итоге он согласился. Вот. И вы знаете, как-то действительно это помогло. Конечно, не сразу, но постепенно все стало нормализовываться. Он стал меньше выпивать. Мы стали как-то выбираться в город, в кино, к знакомым. Несмотря на то, что пара посещает психолога четыре месяца, до полного благополучия в семье еще далеко. Периодически у Дмитрия бывают срывы, во время которых Ирина очень переживает за мужа. Но первый шаг на пути к выздоровлению супруги уже сделали. Они осознали проблему и начали с ней бороться. Наталья, расскажите нам, пожалуйста, с какими примерами созависимых отношений вы сталкивались в жизни? Если говорить про свою работу, то, как правило, ко мне приходят либо родители, у которых зависимые дети, и им нужны рекомендации о том, как вообще себя вести с ними, консультации. Нужна информация о том, как позаботиться о себе. Это приходят девушки, которые находятся в дискомфортных отношениях, которые их выматывают очень сильно, они чувствуют полное бессилие и не знают, куда двигаться дальше. Это женщины, которые приходят и говорят о том, как мне еще больше терпеть, как мне не замечать то, что у меня есть проблемы. Научите меня терпеть еще больше, научите меня не замечать проблемы и как мне изменить его, чтобы моя жизнь наладилась. Это, наверное, глобальная, тотальная ошибка женщин. Мужчины приходят вообще? Мы сейчас говорим только про девушек. Мужчины, как правило, в последнее время замечают такую тенденцию хорошую, начинают мужчины приходить для того, чтобы в семейную терапию, в супружескую. Как правило, то приходят они после того, как пошла их женщина в терапию, они начинают интересоваться, у них есть ценность отношений, они хотят сохранить, им интересно, что происходит, и они туда приходят. У них возникает любопытство скорее, да? Любопытство, То есть, если изначально у них какое-то пренебрежение возможно есть, типа что-то там, чем ты там занимаешься, то потом, когда приходят женщины и начинают какие-то логичные, умные мысли излагать, у них просто какой-то, наверное, интерес возникает. Дай-ка я посмотрю, что это такое. Я думаю, что это ещё очень волнительно, потому что если мой партнёр пошёл в терапию, и я тогда волнуюсь, а что же будет дальше? Я же не знаю, что будет. Пойду-ка я посмотрю, что там происходит. Мне волнительно. И когда я вижу, что происходят какие-то изменения или там, наоборот, какая-то тревога у меня вырастает, я начинаю думать о том, может, мне тоже пойти, может, мне тоже это как-то поможет сохранить отношения, ценность отношений. И из-за этого тоже в том числе и приходят. А в чём, на ваш взгляд, заключается самая главная опасность созависимых отношений? Самая главная опасность это начать употреблять вместе. Это когда женщины начинают пить рядом с мужчинами для того, чтобы их понять, чтобы понять ситуацию, понять, каково ему. Это очень огромная опасность, потому что созависимость первична, потом идёт зависимость. Человек собой не занимается, это перерастает в зависимое поведение, это депрессия, это серьёзные болезни, это бессонницы, это постоянно такое тяжёлое, изматывающее состояние. Это огромная опасность для вообще любого человека. А скажите, часто ли возникают ситуации, когда вот один человек, видя зависимость и пагубное влияние этой зависимости на твоего близкого, начинает делать это же? Ну просто с точки зрения как бы логики, это же иррационально. Ты же видишь, вот наглядный пример, ничего хорошего, зачем ты сам туда, в эту бездну шагаешь? Ну, когда ты эмоционально так сильно вовлечён, во-первых, надо не забывать, что если ты находишься в таких отношениях, находишься в постоянном стрессе. Ну да. То есть там про иррациональность очень мало. То есть постоянная стрессовая ситуация, ты уже, скажем так, не тестируешь реальность, ты постоянно в тяжёлом состоянии находишься эмоциональным, и ты прибегаешь к себе способы. Когда он тебе постоянно говорит о том, что ты меня не понимаешь, поэтому я пью, я пью, потому что ты плохая жена, я пью, потому что там плохо себя ведёшь. Ну, то есть тебе хочется понять, так ли это. И ты начинаешь постепенно вовлекаться, пробовать. А ещё есть такой момент, когда ты находишься уже в зависимости с этим человеком, и он начинает тебя сильно винить за то, что ты тоже не пьёшь. Это есть такая очень точка входа опасная, когда ты начинаешь, ну, если я тебя люблю, то я тоже попробую. Там, да, это очень опасно. И вот, кстати, про чувство вины. Наверное, многие зависимые люди вызывают, я не знаю, осознанно или неосознанно, вину у созависимых людей. И, условно говоря, часто возникают ситуации, когда, например, пьёт он, стыдно тебе, делает что-то он, ну, как бы, а ты вот испытываешь все те эмоции, которые, по идее, должен был он за свои ужасные поступки испытывать. Но у него всё хорошо, всё прекрасно, а ты готов сквозь землю провалиться. Да. Это вообще, человек созависимо живёт с чувством вины постоянно. А почему? Ну, вообще, знаете, тут такой момент, из-за того, что человек эмоционально вовлечён в другого человека, он не разделяет, где я, где другой человек. И он думает, что если, допустим, мой близкий человек напился, то тогда, то есть, его поведение определяет меня, то, какая я. Если я с ним, а он такой, то, значит, я как-то виновата. И поэтому из этого чувства вины люди начинают выручать так сильно, знаете, прикрывать перед друзьями, там, объяснять, там, он напился, потому что у него плохое настроение. Там, убирать за теми, за тем, что они натворили. Там, спасать их перед, не знаю, там, ну, ну, понятно, всячески прикрывать вообще. потому что стыдно мне за его поступки. И другому человеку тоже очень стыдно, который пьёт. Просто из-за того, что он пьёт, он свои чувства анестезирует, и ему там как-то в этот момент более переносимо. Некоторые психологи утверждают, что осознать характер созависимых отношений люди могут только после того, как объект этих созависимых отношений их покидает временно, ну, или навсегда. И вот тогда снисходит озарение «Боже, как же я жил?» Да, именно в этот момент приходит понимание того, что требуется помощь психотерапевта. Но ведь выйти из этого порочного круга, ну, точнее, треугольника, не так-то просто ни одному, ни другому участнику. И может быть, есть какой-то совет как от специалиста, как уйти от созависимых отношений, выбраться из треугольника? Вообще это очень сложно. И это правда, потому что созависимое поведение оно не формируется в один день. Это, как правило, способ выстраивать отношения с детства. В один день его изменить практически, ну, там, вообще нереально, и это очень долгий процесс. И если говорить про ситуацию, которую вы описали, то, наверное, важно было бы здесь, как правило, да, люди часто думают, у меня нет проблем, у меня проблемы только потому, что мой близкий пьет. как только близкий перестает пить. Проблема не исчезает? Вообще проблема, во-первых, не исчезает, я понимаю, что мне еще хуже, потому что, когда человек перестает пить, он каким становится? Он становится честным, он становится, может быть, некомфортным, неудобным, потому что на чувство вины он часто делает какие-то вещи, поступки для того, чтобы сгладить потом ситуацию. И мне привычно так было. Потом становится, он говорит о своих чувствах, он говорит, что ему не нравится, я думаю, лучше бы ты дальше пил, потому что... И лежал бы там на кровати мирно. Действительно, замкнутый треугольник получается. Да, да. И тут, конечно, как правило, ну, такая ситуация, а если говорить, что человек, допустим, это говорить, если человек бросил пить, а если он ушел от меня, а я говорил о том, что проблемы в нем, а он уходит, я понимаю, а мне это плохо самой собой, моя жизнь, она не устроена, она некомфортная, моя жизнь как будто зависит от другого человека. И тогда вот человек сталкивается с этой реальностью, он понимает, что, да, проблемы во мне, это невыносимо, как правило, кто-то идет в этот момент в терапию, но, как правило, люди начинают включаться сразу в новые отношения, чтобы не замечать себя и опять пытаться идти по этому же кругу. То есть пластинка. Замена происходит. Да, 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 не решается проблема. Потому что сложнее и страшнее быть одному, чем быть в таких отношениях. Как правило, есть нарушенная привязанность у этих людей, и для них быть одному ужаснее, чем быть в таких отношениях. Ну, тема объемная, интересная, и у наших телезрителей есть к вам вопросы. Давайте посмотрим первое из них. Внимание на экран. Созависимость — это обязательно отношения между мужчиной и женщиной, или чрезмерная опека матерью над ребенком тоже является зависимостью? Да, созависимые отношения есть и между мужчиной и женщиной, если есть и между матерью и ребенком. Если мать, как правило, вкладывается эмоционально очень сильно в ребенка, забывает себя, контролирует, не дает ему, когда период 3-4 года, когда ребенок уже хочет много пробовать сам как-то постепенно сепарироваться, выстраивает такие автономные отношения, когда родители начинают жить только ребенком, когда я начинаю игнорировать свою личную жизнь, когда начинаю жить вообще только вот, знаете, я смотрю только на ребенка, и когда ребенок растет, мне очень страшно, что он вырастет и уйдет из семьи. Как же буду тогда я жить? Давай-ка я привяжу его к себе, да, всячески. И начинаю винить, стыдить, болеть, любые способы использовать, чтобы он не уходил, либо чтобы он был очень привязан ко мне. Это тоже вот построение созависимых отношений. Спасибо большое, следующий видео вопрос. Могут ли свободные отношения стать лекарством с созависимостью? Если не в нынешнем, то хотя бы в будущем. Вот если говорить про созависимые отношения, то это болезненный способ привязанности. То есть созависимым людям очень тяжело в таких отношениях находиться, для них это очень болезненно. Они хотят быть сразу вместе, вместе проводить время, никогда не расставаться, максимально сблизиться и быть в состоянии слияния. Поэтому, как правило, такие отношения для них не очень-то подходят. А если ты умеешь выстраивать такие отношения, когда свободного характера, не привязываться, то это скорее такое контрзависимое поведение, когда это чуть другая уже история. Это скорее не панацея, это какой-то другой способ взаимодействия с людьми, построения отношений. Спасибо большое. Следующий видео вопрос. Если вы видите, что друг или подруга находится в созависимых, нездоровых отношениях, как ей объяснить, что что-то пошло не так и надо с этим бороться? У меня есть много друзей, которые находятся в таких отношениях, потому что это, в принципе, очень актуальная тематика для многих. И если ко мне человек не обращается за помощью, как правило, я уже не вовлекаюсь. Раньше, когда я меньше про это знала, когда я сама только училась этому, мне было желание, естественно, всем рассказать, смотри, какие у тебя отношения, подсунуть какие-то книги. Это, опять же, спасательство. Человек живет, ему комфортно. Ему комфортно, да. Я сама проходила лечение от созависимости, то есть мне эта тема очень близка, то есть я сама когда-то лечилась от этого. Я не просто работаю с этим, то есть я эту проблему знаю изнутри. Если говорить про друзей, то, конечно, можно спросить, нужна ли тебе какая-то помощь либо совет. Но, как правило, люди должны сами к этому прийти, потому что, ну, представьте, вы живете, никого не трогаете, вам комфортно, как вам кажется. И к вам приходит человек и говорит, у тебя созависимые отношения. Гром среди ясного неба. Катюш, давай перейдем к блоку личных вопросов. Задавай, пожалуйста, первый. Да, Наталья, скажите, кто вы по знаку зодиака и верите ли вы в астрологию? Я по знаку зодиака лев. Астрология — это наука, поэтому, как бы мне не хотелось, да, я в нее верю. А вы как-то, ну, углублялись более? Я брала консультации даже у астрологов. Были у меня две ситуации в жизни, когда я составляла карты. В целом, описание было очень похоже на мою жизнь, поэтому много есть доверия, и были какие-то рекомендации. Я думаю, конечно, зависит от специалиста, ну, которые не сходились, естественно. Вот, но в целом было любопытно, наверное, какой-то такой способ узнавать себя, скажем так. Расскажите, какой вид транспорта предпочитаете по жизни? Мне нравится ездить, мне нравится, когда есть выбор, когда я могу выбирать. У меня есть машина, я на ней езжу, но мне нравится знать, что я могу, если я захочу, там, проехать на метро, это будет быстро, это будет на электричке, ну, то есть, скажем так, это будет поезд, потому что могу почитать. Скорее, мне нравится ощущение выбора, возможности выбирать. Ну, то есть, если у вас будет выбор поехать в какой-то другой город на автомобиле, на поезде или на самолете, будет смотреть по ситуации или все-таки в сторону? Да, буду смотреть по тому, сколько у меня времени, какое у меня состояние. Если мне важно быстро, естественно, это самолет, если мне хочется получить, там, почитать удовольствие, выспаться, там, это, конечно, будет поезд, а если мне хочется там что-то, ну, какое-то, это я буду как бы из ситуации сходить. Какие цветы ваши самые любимые? Ирисы. А какого цвета? Фиолетового. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в гости. И получилась такая горячая беседа, потому что, мне кажется, эта тема действительно близка всем. Мы не совсем умеем... Да, пишется кожного. Да, мы не совсем умеем коммуницировать со своими близкими людьми в здоровом поле, я имею в виду. И почему-то, я не знаю, почему нам стыдно признаваться в каких-то своих слабостях опять-таки своим самым близким людям. Я надеюсь, что наша сегодняшняя программа кому-то поможет посмотреть на свою жизнь немного иначе. И мы вас благодарим. Большое спасибо. Спасибо большое. Мне тоже было приятно с вами поговорить об этом. Это была программа «Давайте разберемся». Присоединяйтесь к нам, присылайте актуальные вопросы на нашу электронную почту, и мы найдем на них ответы. И помните, нет проблем, есть задачи, их необходимо решать. А с вами были Катерина Забавская. И Ян Майерс. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова